И, соответственно, как вы считаете, был ли шанс сохранить союз в 1991 году? Или это была просто уже неизбежность в силу, так сказать, такой подгодовительной работы Михаила Сергеевича, которая там была проведена? Спасибо. Во время этого самого так называемого путча я находился в Крыму, в поселке Гвардейском. Стоял на железнодорожной платформе, рядом стоял дяденька с приемником. Там тогда все сходили с приемниками и непрерывно слушали заседание съезда народных депутатов, где сплошной срыв покрова шел, истерика, вопли, пеной заливала первые ряды. Ну вот, по радио говорили, что так и так, вот там, дескать, этот Янаев с братвой такое устроили. Пришли домой, там Лебединое озеро, туда-сюда. Народ, поскольку этот поселок Гвардейское, это воинская часть там, авиационная. В штабе уже вешали обратно портреты Брежнева, Ленина и всех остальных. То есть народ там оживился. А мы поехали домой, прилетели домой, встретился с товарищем. Товарищ тогда служил в комитете госбезопасности, и мы с ним побежали вдвоем на Дворцовую площадь посмотреть. Я тогда нигде не служил, я был тунеядцем. Побежали на Дворцовую площадь. На Дворцовую площадь по Невскому проспекту шли рабочие. То есть Невский проспект был перегорожен, я с тех пор такое только на демонстрациях вижу. Там огромная масса людей молча, без криков, без лозунгов, с суровыми мордами пролетарии шли решать судьбу страны, так сказать. Вот они вышли на Дворцовую площадь. Вышел Собчак, принялся выкрикивать лозунги. Фашизм не пройдет слово в слово. То есть вот эти вот, которые хотели чего-то там обратно, они с их точки зрения, ну не с их точки зрения, это пропагандистский прием. Ну вот вся площадь дружно орала, фашизм не пройдет. Но тогда, понимаете, вот на мой взгляд, умонастроение общества, они напрямую в таких ситуациях завязаны на то, что им излучатели говорят. Если тебе телевизор круглосуточно, вот как сейчас на Украине, вдалбливает одну, ровно одну точку зрения и не дает говорить ничего другого, а там приемы воздействия на массы отлично все отрепетированы. То есть вам, обратите внимание, все время взывают к эмоциям, к трезвому рассудку не призывает никто. Там это подумайте, сравните, никто ничего не говорит. Все визжат про фашистов, возвращение каких-то там немыслимых времен и прочее, прочее. Естественно, народ весь заведенный, все тогда, все поголовно. Вот я из представителей СМИ, я не знаю, одного Проханова только можно вспомнить, который какой был, такой и есть. Внезапно Проханов стал хороший, его теперь везде в телевизор зовут, а тогда его отвезли за угол, отметили ли хорошенько. Я не помню, в 91-м, наверное, в 93-м все-таки. Ну, как-то судьба его была печальна и было вообще непонятно, как он живой остался, один. Вот, из всех остальных вообще не видно, не слышно было. Люди все, все абсолютно в едином порыве поддерживали, так сказать, тех, кто находился у власти. Никаких янаевых этих, язовых и прочее, никто. Это вот единицы просто были. То есть это классический пример прямого воздействия медиа, да? Да, во всяком случае, ну, я с простолюдинами по большей части общаюсь. Среди них я не видел никого, кто бы поддерживал вот этот вот возврат коммунизма. Ну, как тогда считалось. Речь-то все время шла про то, что вот сейчас достаточно сломать вот это, вот это и вот это, и мы сразу заживем счастливо. Проклятая административно-командная система, проклятое планирование. Все это надо отменить, все надо поломать и сразу наступит счастье. Непонятно только, почему отказ от коммунизма должен приводиться к распаду Советского Союза? Ну, он как? Советский Союз, он как пирамида, стоящая на острие, где острие, это генеральный секретарь. Если генеральный секретарь сказал, что коммунизма больше нет, расходимся по домам, все, он развалился. Так устроено, оно завязано на вождя. Понимаете, это, ну, опять-таки, избитый пример. То есть, вот на Западе, если убить директора банка, в работе банка ничего не поменяется практически. Он не завязан на личность. А у нас все завязано на вождей, абсолютно все. Банк убьют главного банкира, кранты, убьют главного бизнесмена, кранты. Даже в банде кого-нибудь убьют, кранты. И поэтому, как только в некой организации, общности там и прочее появляется очередной товарищ Сталин, так сразу жизнь налаживается, потому что люди, так мы устроены, это не недостаток, это особенности нашего общественного устройства. Как только появляется вождь, народ сплачивается вокруг него и идет совершать великие свершения. Нет вождя, разброд, шатание и безобразие. Ну, если мы так устроены, ну, наверное, это как-то можно использовать нам во благо, а не рассказывать, какие мы дегенераты, как у нас все неправильно и прочее. Вон японцы. Почему же они после войны работают, как муравьи? Почему у них пожизненное устройство, в одну контору устраиваются на работу на всю жизнь? Ну, как это так? Для нас это мыслимо, немыслимо? Ну, как-то неправильно, наверное, а японцам ничего. Никакой демократии в понимании, так сказать, западном у них нет. Конституцию им немецкую переписали. Помогло ли это демократии в Японии? Нет, никак не помогло. Плохо ли им живется? Ну, не знаю, смотря с кем сравнивать. Нормально, наверное. То есть у них хватает ума использовать лучшие черты японского народа во благо этому народу. А у нас почему-то нет.